Во вторник, 11 апреля, Россия фактически заблокировала работу зернового коридора. В рамках соглашения представители России, Турции и ООН инспектировали суда на пути в украинские порты и обратно. В тот день Украина подала название трёх сухогрузов в очереди. Российская сторона их вычеркнула и внесла свои варианты. В результате на проверке оказались полсотни судов. «Сегодня мы имеем критическую ситуацию. Россияне нарушили условия Черноморской зерновой инициативы. Они решили в одностороннем порядке изменить планы украинских портов. Это неприемлемо». Юрий Васьков, заместитель министра развития общин территорий и инфраструктуры Украины в интервью The Guardian. Блокировки работы зернового коридора привели к тому, что Украина вынужденно сократила экспорт зерна. С 3 по 9 апреля в портах Одесской области было загружено 16 судов. Недели ранее это было 20 сухогрузов. Так, на 36-й неделе работы среднедневной показатель прохождения кораблей инспекции составил 2,3. В то же время максимальный среднесуточный показатель прохождения инспекции составлял 5,5 судов в день. Из отчёта Украинского клуба аграрного бизнеса. По данным ООН, большая часть украинского зерна направляется в страны Азии и Африки, а также в Испанию, Италию и Нидерланды. Попытки России помешать экспорту украинского зерна по Чёрному морю могут повлиять на цены продовольствия в мире. Они могут вырасти на 15%. Чтобы избежать этого, Украина незамедлительно обсудила действия россиян с Турцией и ООН. Уже на следующий день, 12 апреля, работа черноморских портов была разблокирована. По словам наших коллег из Объединённого координационного центра, нам говорят, что сегодня были проведены плановые проверки в рамках черноморской зерновой инициативы. После интенсивных дискуссий в рамках СКК, явно поддержанных нами и Турцией, наш посыл таков. Мы призываем всех участников выполнять свои обязательства, чтобы суда продолжали плавно и безопасно двигаться в интересах глобальной продовольственной безопасности. В рамках гуманитарной программы президента Украины Владимира Зеленского «Зерно из Украины» Кения получила десятки тысяч тонн пшеницы для борьбы с засухой, которая угрожает жизни миллионов людей. С ноября 2022 года по программе нуждающимся африканским странам доставлено более 140 тысяч тонн пшеницы. «Черноморская зерновая инициатива снижает мировые цены на продовольствие, успокаивает волатильность рынка, улучшает глобальную продовольственную безопасность и спасает жизни. Она должна продолжаться надёжно и устойчиво». 1 августа 2022 года по сообщению министра развития общин территории инфраструктуры Украины Александра Кубракова в рамках зернового соглашения Украина уже отправила 25 миллионов тонн агропродукции. В то же время главным вызовом для инициативы является ускорение инспекционных проверок в Турции. «Это позволит миру получить ещё больше украинской агропродукции. Также продолжаем работу по присоединению к зерновой инициативе портов Николаевской области и расширению номенклатуры грузов». Александр Кубраков – министр развития общин территории и инфраструктуры Украины в Facebook. 18 марта зерновую инициативу продлили на 120 дней, хотя российская сторона заявила, она дала согласие лишь на половину этого срока – до 18 мая. Так Россия продолжает свой шантаж, но пока безуспешно. Субтитры создавал DimaTorzok